Мам, а помнишь, когда мы с тобой ходили на кёрлинг? Во время унижсиада? Да. Мне так понравилось, когда они играли. Я тоже хочу так играть. Девятилетняя Алина не может забыть, как впервые в жизни побывала на международном состязании и просит маму записать её в секцию по кёрлингу. Раньше рвения к спорту мама в девочке не замечала. Говорит, повлияла атмосфера во дворце Ярыгина. Такая атмосфера заряжает тебя вот этой энергетикой. Вроде кажется, что сам спорт азартный, ты болеешь. Ребёнок с таким удовольствием смотрел. Такое приятное впечатление, что ребёнок говорит, мама, давай пойдём, давай запишемся. Такое внимание к кёрлингу в Красноярске удивило даже профессионалов этого вида спорта. Тренеры говорят, не ожидали, что трибуны на всех состязаниях будут полны народу. И после универсиады повалились звонки, при том, что звонили как от младшего возраста дети, так и от старшего. То есть готовы прийти в любом возрасте, и даже взрослые хотят прийти записаться на кёрлинг. В краевом Минспорте не смогли проигнорировать такой интерес. В результате в новом учебном году в спортшколах города появится порядка двух тысяч дополнительных мест. А предварительная запись начнётся значительно раньше обычного. Вот такие непоследствия универсиады. Многим сразу захотелось приобщиться к зимним видам спорта, и мне в том числе. Ну, правда, я стать фигуристкой уже не успеваю. Надо было начинать немножко раньше, лет примерно 30 назад. А вот тем, кому сейчас 4 годика, для них запись откроется на следующей неделе. Предварительная запись 1 апреля нужна не только родителям и детям, чтобы занять места, но и специалистам, чтобы понять, на какие именно направления нужно добавить ресурсов. Уже понятно, что в городе появился запрос на шорт-трек, которому раньше у нас не учили. Вопрос в том, сколько именно человек будут им заниматься. Просто всплеск звонков. Звонят, спрашивают, хотят записаться. В течение апреля будут дни открытых дверей на Кристалле, на арене Север. Как я понимаю, во всех школах города Красноярска, где присутствуют зимние виды спорта. Но повлияло универсиады не только на родителей и ребят. На опытных профи оказалось тоже. Например, матчи по женскому бенде подтолкнули директора хоккейного клуба Енисей Сергея Ломанова к расширению своей школы. И теперь впервые в истории Красноярска сюда будут набирать девочек. Просто когда мы были открыты, открытый воздух, температура, ну как-то такого особого, думаю, желания у девочек, у мам, пап не будет. А сейчас в таких условиях сам Бог удел. В группу планируют набирать детей от 8 до 13 лет. И теперь у нашего края есть все шансы получить свою собственную женскую команду по хоккею с мячом. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.